Как? Том 2. Сам себе задаю вопрос и хочу сказать, что чувствую, что я делаю простые действия, элементарные действия, которые необходимо было делать. Для других это большое удивление, по сути, но я думаю, что если человек перед собой поставил амбициозную цель и живет только этим, он легко может добиваться тех результатов, к которым он приходит. И главное понимать, что когда ты в процессе, когда ты в энтузиазме, ты не обращаешь внимание на эти трудности, которые есть. И потом уже осознаешь, что это было какое-то грандиозное препятствие и так далее. Но плоды достижений – это финансы, это свобода, это все прибудут успешного человека. Плоды, да, вы говорите совершенно верно. А в чем секрет вашего успеха? Вы сказали, я сам удивляюсь. А есть ли какой-то секрет, который вы можете сказать? Ну, наверное, спасибо родителям за то, что они вложили в меня человеческую любовь, потому что это бизнес с человеческим лицом, и здесь надо подходить к каждому человеку индивидуально. А второй момент – это то, что желание, наверное, легко обучаемости, желание развивать себе новые деловые качества. И, конечно же, я себе за слов взял постоянная фокусировка на новых технологиях. Вот появились новые мобильные телефоны, у меня будут самые лучшие. Я выкладывал технологии, да, и создавал культуру потребления инструментов для ускорения и построения бизнеса. Битонная почта у нас была в моде еще до 21 века. Мобильные телефоны с бюзинитами пакетами были почти у каждого директора, кто не мог позволить. И не просто дарить, потому что это было такое фементирование, которое оправдывалось. Маст бит, да? Да. Такое себе маст бит. Человеки, а когда вы начали, было ли трудно начинать, я имею в виду, сколько лет тому назад вы начали, было ли трудно начинать? Ну, какие самые главные трудности были на протеку успеха? Это было почти 20 лет назад, и самое прикольное – то, что к нам относились как к цыганам, то, что камеевое жорство, дистрибьюторство – это было немножко похоже на элементы спекулянтства или хамства, или приставания на улице и так далее. И сложно было вносить вот как-то красивую экологию, умение построения отношений, подачи каталога, консультации, предметных продуктов и так далее. Несмотря на эти все сложности, мне было интересно, потому что я прекрасно понимал, что это такая особая ниша, которую все равно нужно освоить, и нужно в основном пройти все эти этапы продаж, отостроения клиентской базы, рекоментирования, столовые рекоментирования, для того, чтобы обучить такие виды, которые будут отходить. То есть, самое главное, что вам позволило не сломаться в самом начале? Доживание – это вера в себя и в успех, какую бы дела вы сюда находили. Берее всего, это энтузиазм, потому что он есть у каждого лица. И я сохранил этот первомесячный энтузиазм, когда ты готов пределить любые испытания. И вот я всегда смотрю сегодня даже в глаза не на лица, потому что тебе интересно, тебе любопытно. И тогда ты должен это пронести, этот огонь, чтобы он не потух сквозь все тучи, сквозь дожди и линии. Это самое главное. И второй момент – это то, что есть у компании такой сильный инструмент, как полноспеха. Так, и там есть очень сильный… Что мы хотим сказать, что полноспеха? Полноспеха, что если ты выполняешь шаги, шаг за шагом, ты каждый раз получаешь новые премиальные доходы, новые путешествия, новые возможности. И все, что ты сделал, к примеру, год назад, ты за это получаешь и сейчас. Вот, допустим, за те усилия, которые я сделал 5 лет назад, 2 лет назад, 15 лет назад, я сегодня получаю очень серьезный пассивный торфой. Такие роялти. То есть, это просто, как ты создал какой-то бренд или какую-то торговую марку. Ты всю жизнь будешь получать за нее. Вот то же самое мы здесь делаем. Мы создаем товаропроводящий сеть для компании, а компания постоянно потом уплачивает деньги. Даже если ты сидишь на диване или путешествуешь, лежишь под пальмой, летишь в самолете, или просто находишься в круглой семье, целыми днями, месяцами, но все равно тебе постоянно на расчетный счет поступает деньги. Мы сейчас обязательно поговорим с вами о путешествиях, о которых я знаю, что он известный путешественник, но для начала еще какие сильные стороны у тебя вы можете назвать? Ну, наверное, коммуникатор. Коммуникатор. Что это значит? Это означает, что все новости, всю информацию, все знания я оперативно, быстро могу доносить с помощью инструментов до своих лидеров соцсетей. Что это значит? Как вы доносите? Вот сейчас я хорошо использую ватсап или вайдер. Это мне очень легко помогает. Массовый рассылок смс, потому что многие, допустим, до сих пор, может быть, еще не подружились с интернетом, но телефон у всех есть на руках. Это возможность вебинаров. Это мой личный канал Адитуб, на который подписано больше 7000 человек и больше полтора минуты просмотра. Надо будет подписаться. Вам будет интересно, потому что я стараюсь быть полезным для всех, для тех людей, которые интересуются просто хорошей жизнью. Ага. Расскажите тогда, вот вы говорите полезным для всех, вы рассказываете не только правильный план, вы расскажете в принципе, как строить бизнес, правильно я понимаю? Да, потому что меня часто приглашают на семейронары традиционного бизнеса. Как я выстраиваю отношения, как я вношу информацию, как сайты помогают в растутке персонального бренда или торговой марки. Здесь секрет заключается в том, что польза приносится тогда, когда ты даешь какие-то первоначальные базовые фишки, помогающие любому человеку распутиться. Ну, к примеру, как себя позиционировать ВКонтакт, для того, чтобы принять в себе аудиторию? Вот, кстати, сегодня я со многими говорила о соцсетях, да, и в Facebook, и в Instagram, и ВКонтакте, и так далее. Ну, во-первых, с вашей точки зрения, какая самая популярная соцсетия, которая продвигает, или делать сегодня не в соцсети, а в методах, которые ты, собственно, применяешь, ну, и самое главное, а как раскручивать правильно паблик? Например, я хочу, там, раскрутить себя, либо я хочу раскрутить блюди салон, да, который предоставляет, в котором можно также увидеть и попробовать продукцию Reflame. Как это правильно делать? Есть какие-то методы, схемы, приемы? Я думаю, что, ну, полностью парады в направлении, что и методы играет большую роль, и то, что ты выбираешь. Выбирать всегда нужно то, где находится сегодня люди. Ну, допустим, если мы хотим сделать промоушен, там, с сырным палочком или, там, томатному соку, то надо стоять и делать тестирование там, где большой проход лидит, да? Лидит. Вот, так же самое сегодня люди в интернете находятся в большом количестве в определенных сетях. Я думаю, что, предполагаете, в мировом значении это Facebook, потому что там больше одного миллиарда двести миллионов, да, вторая страна, по численности, после Китая. И если смотреть страны СНГ, я бы выбрал бы ВКонтакте, потому что там находится 70 миллионов человек одновременно, в вечернее время, в частных. И это социальная сеть, которая более активна, мне нравятся те инструменты и наполнения, и самое главное, что там находятся, я бы сказал, в кавычках, голодные люди. То есть это молодежь и предприниматели, которые хотят заработать больше. То есть они находятся там не от того, что у них жить уже при классах сложилось, да, что часто мы на этом наблюдаем за Facebook, а там находятся люди, которые постоянно ищут, и готовы обучаться и заработать. Да, где заработать, где больше заработать. Хорошо, а какие, естественно, приемы, скажем так, в соцсетях? В соцсетях самый главный инструмент, для того, чтобы паблик раскрутился, это хорошая фотография. Желтая фотография – это витрина твоего магазина. Второй – это статус. Статус – это вывеска, как ты публикуешь. И третья фишка – это и те посты, то есть те публикации, которые ты делаешь ежедневно. Есть легкая рекомендация. Если ты хочешь привести максимальное колесо подписчиков и друзей, которые будут потом пользоваться твоими услугами и товаром, надо сначала привести себе внимание. И если ты утром публикуешь, допустим, обращение там с каким-то позитивным, и ты только как прикольно не делаешь, что там наступила пятница с красивой картинкой, то людям будут лайкать, да. А если будут лайкать, соответственно, больше людей увидят еще твои публикации, они будут делать репосты, и то есть твоя идея будет транслироваться уже в чужих страницах. Второй момент – в нем ты публикуешь какие-то полезные вещи. Это, допустим, со здоровым образом жизни, с питанием, или как ты держишь планку, занимаясь физкультурой, или как ты правильно, допустим, мыслишь какие-то хорошие идеи о жизни и так далее. То есть ничего о сексе, ничего о религии, ничего о политике. Это должно быть исключением, да. А вот все, что полезно для бобилоксина – это есть людей, это будет здорово. Ну, все это сразу на советую, да, я так понимаю? Да, потому что люди хотят, не фанатика, а человека, который приносит социальную пользу. Да, и если ты сторонодающий, тогда ты потом получишь получить какой-то ответ. И вечером уже, ты уже предлагаешь какую-то бизнес-идею, какое-то бизнес-решение, какие-то бизнес-рекоменданты. Допустим, какие фишки ты предпочитаешь читать, которые там будут для подписчиков. Или если какие-то художественные фильмы, допустим, с фильмом Волерна, это фильм Рукрус, с Альпачино, которые дают какую-то бизнес-трансперность, и они стимулируют тебя разобраться с этим проектом, и поднять кое-что в Сибири для того, чтобы быть наступенку выше. Ну, т.е. в Эдо-последистских, вот хорошо бы почитать там десятилетний прогноз от основателя компании Stratfor, Джорджа Фридмана, который там предсказал то-то по-по-то, что какие-то страны поднимутся, а какие-то страны распадутся. Это, честно говоря, совершенно верно, я бы тоже почитал бы эту статью. Да, с 2011 по 2021 год. Еще 100-летний прогноз у нас есть. Но вопрос сейчас не в этом. Мы заговорили о соцсетях, и вы активно представлены во всех, что сказать, да? Все это у вас, в среднем, где-то по 10 тысяч друзей, подписчиков в каждой социальной сети находятся. Как твиттер, инстаграм, контактов, хзбурт, и другие социальные сети, которые сегодня у нас есть. И вы везде выкладываете фотографии своих путешествий. Да, я еще использую такой секрет, если уже есть посла о некоторых финансах. Крускостинг я опубликую в Инстаграме, могу одновременно сразу за одним нажатем смотки распространить информацию и в Твиттер, и в Контакте, и в Хзбурт. И плюс еще там есть другие американские соцсети, которые я пока еще не использую. И тогда я показываю путешествия, я показываю образ жизни, я показываю образ жизни. Человек ТОП-2 в своем образе, да? Человек, который уже практически 20 лет в этом бизнесе. Какой это стиль жизни? Ну, прежде всего, это активный образ жизни, потому что в среднем, так как я живу под Киевом, в загородном доме, и мне приходится, ну, где-то, чтобы как от Киев-то решать интересные вопросы, и 12 градусов 100 километров в каждый день. Конечно же, это постоянно контакт с телефоном. Если мы в Тропке находимся или на Ситофоре, я всегда закажу в социальной сети и могу отвечать тем людям, которые задают вопросы или интересуются на ее поддержку. И, конечно же, образ жизни – это путешествия в разные страны, это посещение интересных мест. Я люблю ходить в театры. Есть театр, к примеру, «Черный квадрат», он уйдет за театр на Артема Сечневых-пластанцев. Прекомендую сходить, да? Те, спектакли, которые и обучают, и расставляют, и развивают. Я люблю ходить в рестораны, морской пухни, да? И, конечно же, морепродукты. Морепродукты. И самое главное – это, конечно же, мне нравится находиться в курсе «Единомушки», там, с друзьями, мы играем в нашу игру. Это связано с стратегией, начиная от простого уна, да, и заканчивая играми, к примеру, «Мальчикины», и игра, которая называется «Кронизация». Поэтому вот эти игры, которые объединяются, да, эти игры, которые дают отдых мозгам, они эти мозги не напрягают, потому что ты думал и развивался. Это различательство. Это различательство, это различательство. Да, так как я автор концепции «Малан Тигноль», офлайн и онлайн соединений, да, я всегда говорю о том, что вы не должны все время быть у компьютера, потому что реальная жизнь, она протекает, она может исчезнуть, если вы полностью в лезете. Вот вроде бы, как я услышал, об онлайн и офлайн. Что я не люблю? Можете описать нам то, что это только компьютера касается, или… Вот то, что мы сейчас с вами находимся – это офлайн. А то, что люди нас смотрят – это онлайн. И вот эта программа, которая есть, это программа соединения и офлайн, и онлайн. Вот это и есть большое преимущество, чтобы мы с людьми могли контактировать, если у нас человек пришел из интернета, мы нашли, в нашей концепции мы должны обязательно с ним стремиться живем. То есть я понимаю, что с Алифлейн можно зарабатывать где угодно. Абсолютно. И онлайн, и вот наше ображение, которое мне больше всего нравится, то, что я могу жить в любой точке планеты, управлять своим бизнесом. Где же? Я живу в Золочи, если вы знаете, это клубная местечка такая есть в Киеве. И часто я нахожусь за границей. То есть я могу себе позволить поехать любую страну на несколько недель, на несколько месяцев, и проводить время с семьей. Я не знаю, как стал активно поворачиваться к экрану, смотрите фотографии, да, я понимаю, в ваших путешествиях, в ваших семейных фотографиях. Ну, я думаю, что лучше всего вы расскажете, собственно, какая фотография, что означает. Где вы сейчас? Это Сингапур, Universal Studio. Мне понравилось, что там есть интерактивные аттракционы. Аттракционы будущего. Здесь я пока еще таких не встречал. Ты реально погружаешься в тот художественный фильм, который там, Трансформер, например. Ты реально чувствуешь, что здесь Трансформеров, вот это такое делается шоу. Да, это одна из лучших гостиниц, и на крыше находится огромнейший бассейн. Там видели у Перкорова и всех остальных звезд. Но и в округе ты тоже находишься как в фильме «Аватар», потому что там есть такие растения, цветы и композиции, которые сделаны из новых технологий, которые погружают тебя в 2022 век. Собственно, вот, да, фотография. Это вы где в таких экзотических? Это в Бразилии. Мы в Берёна-Жаневале, в Бразилии очень много интересных мест. Особенно мне нравится их здоровый образ жизни, потому что, пройдясь по набережной, я обратил внимание, что 70-80% бегают по утрам, и на обычных остановках, автобусных остановках есть турники, есть возможность попить воды, иронизация лица джеры и так далее. То есть все живут в таком спортивном образе жизни. И это вдохновляет, ты хочешь вот там находиться среди тех людей, которые живут и развиваются спортивными. Тут хорошие ощущения, что они делаются. Груди. Наша братская страна, да, и... Да, вижу вышку. Это мы замечали поездку и в плане обучения, и скачали со всеми друзьями. Груди, 560 тысяч долларов. Что это за сумма? Это один из многочисленных чеков, которые я получал с компанией «Флейл», плюс компанией «Мерседес» и «Е-250 Седляй». И это одно из достижений. Это призвание мы сделали за 1 год месяца с супругой, а сьё с заботной поддержкой. Это был прорыв, действительно. И этот уровень, который мы сделали, мы сделали как знак благодарности для «Алифлейм Украины». То есть, я правильно понимаю. Это заслуга 50 тысяч долларов, это полмиллиона долларов. Да. Это только чек, понимаете, от тех доходов, как эта компания работает. Это только чек. А те доходы, я уже просто хотел всё убить. Я сегодня, знаете, день откровельный, поэтому... Ну, к примеру, в Святошинском районе, когда меня вызвал начальник налоговой инспекции, он, ну, я даже не знал, почему он меня пригласил. А потом он сказал, чашечка копий, да, скорее всего. И он собрал ещё двух остальных и сказал, вы входите в трёху самых крупных налогоплательщиков. Хотя мы на едином налоге и процент очень маленький. Ну, судя с того работа, который мы создали. И он сказал, что я хочу вам там подрить грамот и так далее. И мне интересно, как вы это делаете. И когда я пообщался с друзьями коллегами, то я убедился в том, что у них нет свободного времени на отпуске. Ребята ездят только, может быть, один раз в два года, и то вы видите, и так далее. Мне просто стало жалко, что традиционные бизнесы, они вынуждены постоянно прикованы в своей работе, и они не могут оставить даже на минуту свои предприятия. Поэтому я считаю, что наш бизнес уникальный, и вирус будет. Он поваляет... Вирус в той этапе, в той точке. Ну, в той же студентокрасной дорожке у вас нужен, да? Да, это Нюблиский зал, нас пригласила там по Нюбли, и мы там ужинали самой королевой свечи. Самой королевой свечи, да. Ужин. 560 тысяч долларов. Это было за год до звания. Это тоже, кстати, растимулировало у нас в Нюбли, в Нюбли. Я просто вижу такую абсолютно чёткую историю успеха, как вы скажете, в Сингапуре известный в Синистер, где видели там Киркорова и всех остальных, да? Человеку сказать, а какие стимулы для вас сегодня остаются, какие стимулы новые вы ищете для того, чтобы не останавливаться, она достигнута, потому что, знаете, медные трубы, огонь, вода и медные трубы, вот самое сложное испытание, это поскольку красные трубы. Медные трубы. Что сегодня вы делаете? Какую мотивацию ищите для того, чтобы мы вот так отдыхали? Ну, прежде всего, для того, чтобы не просто так отдыхали, для того, чтобы дальше работа. У меня есть социальный интерес, я хочу помочь максимальному количеству людей зарабатывать деньги, не выходя из дома с помощью интернет в компании Replay. Второй момент для меня очень важен, это чтобы компания Replay стала номер один во всем мире, потому что она добилась уже этой цели в Украине и в странах СНГ. И, конечно же, мне очень важно, чтобы те люди, которые мне поверили, чтобы я из них воспитал достойных настоящих поставников, чтобы они создавали огромные структуры по всему миру. Ну, вот я тоже на фотографиях вижу вашу супругу, скажите, она вас поддерживала всегда, с самого начала, и где она работает? Тоже в Replay, тоже в Replay, хотя она юрист с двумя красными дипломами, но выбрала компанию Replay, и когда мы познакомились, она уже была директором компании в моей организации в 12-м уровне. Сейчас она бриллиантовый директор, она создала свой бизнес, потому что у нас есть свои отдельные расчетные счета, но очень сильно помогает, потому что я в своей сфере и хороший коммуникатор, хорошо разбираюсь в технологиях, сильно умею мотивировать. Ее сторона – это индивидуальный подход к каждому человеку, плотное сопровождение, коуч-сессии и так далее. Поэтому вот ее поддержка всегда есть, и она всегда меня вдохновляет, и мы всегда строим бизнес вместе. Мы всегда анализируем, каждый вечер обсуждаем все вопросы, поэтому всегда приятно, когда у тебя дома есть не только жена-любовница и друг в одном лице, но еще и коллега. Это очень здорово. Нет ли такого соперничества в одной компании, в одной бизнесе? Было соперничество первых три года, и это нам очень сильно мешало, потому что каждый устроил по-своему, каждый хотел доказать, в чем он силен, и потом мы решили, что лучше каждый будет заниматься тем, что он хорошо умеет делать, и друг другу помогать в том, что мы не умеем делать на 100%. И мы поняли, что лучше мы будем друг другу помогать развивать друг друга, чем мы будем доказывать что-либо. Кому мы это докажем? Да, то есть это выглядело смешно и по-детски, поэтому в каждой семье процесс происходит, и слава богу, он быстро у нас разрешился, и мы теперь стали только помощниками. А смотрите, я бы очень много увидел совместных фотографий, а путешествуете вы тоже вместе? Да, вместе. Всегда вместе. В один из годов нам удалось, это года три назад мы побывали в 13 странах за один год совместно. За прошлый год? За прошлый год. За прошлый год. За прошлый год? Не, за три года назад. А в сколько странах вообще вы были? И вместе, и вы? Вместе, наверное, больше сорока, потому что я начал путешествовать с девяносто восьмого года, а с супругом начали с путешествий в тысячи шестового. Вот. Ну, совместно больше тридцати-сорока стран, а в целом у меня уже семьдесят. Семидесяти странах мира. Три-четыре загранных. Три-четыре загранных. Три-четыре загранных. Ну, для того, чтобы спросить, сколько у вас паспортов загранных. И еще у меня такой все-таки вопрос. Сейчас, ну, вы вместе путешествуете, вместе работаете. Это такой более человеческий вопрос, да? Вместе в компании Арифлейн. У вас есть еще для наших онлайн-зурителей, ну и для меня непосредственно, есть ли рецепт такого семейного, то что это семейного счастья? Ну, я думаю, что всегда надо прислушиваться, и бывают моменты, когда ты не хочешь слушать другую струну, потому что оно может быть слишком критично. Поэтому мы начали использовать разные способы другому передачи информации, да? Если голосом не помогает, да, подсказать, мы высылали друг другу, мы даже переписывать, эсэмэс не высылаем, через вайдер, пишем просто на листке бумаги и поссориться, знаете? По вайдер. Может быть, да. А так же самое можно и поменится. И так же самое мы на холодильник вывешиваем друг другу, те ожидания, которые у нас есть, по сути. И поэтому, я думаю, что надо находить разные способы для того, чтобы все-таки быть созидательными. Потому что все-таки два человека, это как семейная, это одно целое. И самое главное, какие все-таки точки соприкосновения, то общее, сесть и, вот как мы решили этот вопрос на кухне, прописать и семейный бюджет. И каждый что готов сделать для того, чтобы этот семейный бюджет и несемейная часть стала еще лучше. Алексей, ну вот, знаете, любая история вашей жизнедеятельности, это уже, может быть, полноценной реализованной мечтой для многих наших зрителей. Да, и для меня не выпускать, естественно. А непосредственно вы, в Арифлей, какую мечту смогли реализовать, ну-ка была не только, ну-ка в Микстане, ну-ка в Микстане. Ну, для меня было очень важно, чтобы найти зеренечку, которая ради твоих детей, и цели-то выполнена, здорово. Второй момент – это то, чтобы жить, не показываясь от юного места территориального, то есть спокойно себя чувствовать в любой точке планеты, не ограниченная себя где-то финансовыми трудностями. Третье – это создать финансовую помощь. Это очень важно, актуально сегодня, особенно для нашей страны, для наших жителей. У тебя должен быть финансовый ресурс, который поможет тебе, даже если какие-то будут сложности с курсом болезни и так далее, ты всегда можешь спокойно прийти в любой магазин и не смотреть на цену. И следующий момент – это то, что, например, я всегда мечтал, что у меня было несколько машин. Это мой кайф, потому что я когда еду за рулем, я отдыхаю. И когда-то мои друзья, с которыми я дружил после школы, они листали каталоги и мечтали о той и другой машине. А я всегда подходил и говорил, я не буду создавать коллажи на листиковой бумаге. У меня коллаж в голове, я обязательно его ремизую. А они понимали, что… Сколько у вас сейчас машин? На сегодняшний день три машины. Три машины для разных, я так понимаю… Одна машина для работы, строго для работы. Вторая машина для семьи, она огромнейшая. Это большой джип. И передняя машина для отдыха – это такой вездеход, который пройдет и в лесу, и по песку. Поэтому неудобно, что у меня разные есть варианты машины. И я, даже если сюда, с одной машины на ТО, я всегда знаю, если супруга говорит, мне срочно нужна другая машина, я не буду думать, где брать такси или туда посадить жену маршрутку и так далее. Я всегда знаю, что у меня есть возможность передвижения на любую точку. И вот, знаете, я много видел фотографии с друзьями, с вашими знакомыми, приятелями. Как они относятся к вашей деятельности? Они все очень классные бизнесы. Потому что есть такой устоятый миф о том, что вид бизнеса с косметикой реформой – это не совсем мужской вид бизнес. Сначала они смеялись над мной, когда я сказал, что я буду заниматься рефлеем, потому что для них, как и для многих мужчин, это что-то несовместимое с мужской частью населения. Но я же пошел в бизнес рефлеем не заниматься продуктом, потому что у нас есть специальные специалисты-эксперты, которые об этом разбираются профессионально. Я пришел в бизнес, и я пришел работать там, где мне нравится. Вот я думаю, что каждый мужчина, который живет на заводе, он бы позавидовал мне, потому что я работаю в женском коллективе. Я работаю самыми красивыми, самыми успешными женщинами в Украине. Кстати, украинке самое интересное, наверное, в семье. И мне нравится, что в этом бизнесе я имею возможность карьерного роста. Я могу управлять, я могу делиться, я могу помогать, я могу поддерживать. Это функция мужчины, на самом деле. Потому что для женщины очень важно, чтобы советчик, которые здраво, хладнокровно, без лишних эмоций, могут подсказать, как сделать или поступить в том или другом случае. Поэтому рефлеем для меня в переводе означает «большие деньги». Я пришел для того, чтобы зарабатывать деньги и обеспечивать. Можно найти мужской бизнес и приносить домой гроши, выясняя отношения с супругой, не обеспечивая ни детей, ни семью, ни дом, не оплачивая коммунальные услуги. Или же все-таки выбрать этот бизнес, который, в принципе, всех будет удовлетворять. Потому что, когда я зарабатываю деньги, то интересны мои друзья, потому что я могу их пригласить в самый дорогой ресторан. Интересно в парикмахеру, потому что я буду заказывать прическу. Интересно в супермаркету, в Новус или в Хозе и так далее, потому что я могу там приобрести две грозины продуктов и принести домой. Налоговая инспекция выгодна, потому что я работаю прозрачно. Таксисту выгодно, если я спешу, я готов заплатить любые деньги, чтобы он мне быстрее привез свой аэропорт. То есть вот такие успешные и богатые мужчины, которые сегодня есть и работают прозрачно и честно, они выгодны всем. Они выгодны женам, они выгодны детям, они выгодно школам. То есть я думаю, что мы и государство. И государство, потому что мы и являемся кровью. Онлайн-предприниматели сегодня и бизнесмены, которые работают в компании WePlay, и как и остальные, да, люди, которые коммерчески относятся к жизни, они помогают всем окружающим, потому что они дают работу, они дают больше товарооборот и так далее. Они наполняют нашу жизнь. Я думаю, что это очень здорово. Вы сказали, что в первую очередь большие деньги у нас есть большие возможности. Одно совершенно верно. Это взаимосвязано и мы возможности сами даже формируемся. Потому что если мы видим то, что ты можешь заработать деньги, то ты можешь еще что-то любить особенное для себя, а другие не любить. И в этом я на этом и цепи, в которой мы будем. Знаете, не то, что любить другие. Для меня просто, чтобы так кратко сформулировать, я могу сделать идею и возьмите себе вверх, что ориторинг, ориторинг это, прежде всего, роскошь. Это роскошь, потому что ты можешь свои мечты спроекцировать реальность. То, что у тебя есть в голове, ты это можешь реализовать. Потому что работая где-то все-таки в определенных рамках, ты не имеешь возможности выйти за те границы, которые есть. Потому что существуют какие-то потолки, где бы ты не находился. Вот здесь, когда ты строишь карьеру, которую ты сам контролируешь, сам управляешь, ты хочешь зарабатывать 2 раза больше, приведи в 2 раза больше людей. Хочешь зарабатывать в 10 раз больше, приведи в 3 раза больше людей. То есть, даже для того, чтобы увеличить свои доходы, не обязательно делать то же самое. А важно просто к этому отнестись с умом и воспитывать за собой единомышленников. Как говорится, не жизнь, а мечта. Знаете, я сегодня слушал и вас, но вас в первую очередь, и, как я слушал сегодня, всех, кто был до вас в этой студии. Знаете, задумался вам тем, что пора, наверное, что-то менять, все-таки, карьера телеведущего это хорошо, и ведущего тоже, но, может быть, попробовать все-таки переквалифицироваться, попробовать себе в бизнес-эриквайм. Как вы думаете, у меня получится? У вас получится, у вас еще появление, у вас отработанная риторика, вы умеете слушать собеседника, и, самое главное, если вы думаете о переходе, значит, вы очень амбициозны. Но для начала я бы хотел бы сказать, что у вас в своей жизни есть тоже миссия. И попробуйте сначала совместить, если у вас будет свободных 2-3-4 часа, попробуйте правильно запустить этот проект. Если вам удастся, чтобы у вас появились первые шаги, тогда, когда сумма доходов в Арифлэме будет гораздо выше, вы тогда сможете легко перейти и заниматься этой деятельностью, и при этом используйте навыки и способности, которые у вас есть сегодня. Потому что, я представляю, если у вас будет свой проскученный YouTube-канал, свой видеосайт, я думаю, что вы как раз будете там хорошим ведущим, но уже в качестве миллионера. Стоит прислушаться к вам. Это очень непростые слова. Самое главное сейчас найти 3-4 часа свободного времени. Это самое сложное. Но я учту. Алексей, благодарю вас за то, что пришли к нам в студию, за то, что нашли время. И большое спасибо за ваши советы, в первую очередь. Благодарю. В идее, что люди будут это использовать.